Когда во сне Марио открыл дверь, после того, как забрался на высокую лестницу, другой мир раскрылся перед ним. И он услышал голос, зовущий на помощь и умоляющий освободить его от заклятия. После того, как Марио проснулся, он отправился в соседнюю пещеру и, к своему удивлению, увидел именно то, что ему приснилось. Добрый день, друзья, с вами Хюнд. В рамках проекта Поки Пика, как вы уже можете понять, сегодня мы начнем проходить вторую часть супер-братьев Марио. Игра эта вышла в 1988 году, издавала ее Нинтендо собственноручно. И тут следует одну интересную вещь отметить. В Японии вторая часть супер-братьев Марио была совсем другой. Мы будем играть в ту часть, которая выходила в Европе и Америке. Поподробнее эту историю я вам, наверное, расскажу уже в процессе прохождения. Также следует отметить, что вот это вот прохождение, оно будет особенным. Это будет первое не-блиц прохождение в рамках канала. Это значит, что все прохождение в один видеоролик не уложится. Каждый уровень будет отдельным роликом и будет размещаться, собственно, по мере прохождения. То есть я сейчас ее не нахрапом за один раз пройду, а буду так степенно, не спеша, не торопясь по уровню, там, может быть, в день, а может и в неделю проходить и размещать на канале. Ну что, наверное, будем начинать. Что у нас здесь есть? Стартовый экран позволяет нам выбрать персонажа, так что история нам немножко соврала. Марио пошел в эту пещеру не один, а в компании со своим братом Луиджи. Вот с таким вот коренастым грибом по имени Грибом, наверное, Грибом. Ну, не знаю, в общем, зовут его тот, короче. И принцесса Питч. Четыре персонажа, каждый из которых обладает какими-то своими особенностями. Марио у нас такой самый сбалансированный герой, типичный, обыкновенный, просто главный герой. Луиджи, насколько я помню, высоко прыгает. Тот просто физически очень сильный, вы поймете, почему это нам потом может пригодиться. Ну, а принцесса Питч может зависать в воздухе ненадолго, такое вот некое подобие полета, что тоже не разу спасет, не раз спасет нам жизнь. Ну что, наверное, начнем за Марио. Хватит уже на этом экране нам долго торчать. Начинаем. Вот она, эта дверь. Марио падает с неба, и вот он оказывается в другом мире. Да, это абсолютно другой мир. Здесь не работают стандартные правила вселенной Марио. Как видите, мы запрыгнули на противника, а он не погиб, ничего с ним не произошло. Более того, мы его можем поднять, просто взять на руки и швырнуть куда-нибудь. Совсем другая игровая механика. Вот мы сейчас выдернули с земли репку. В первой части ничего подобного не было. Здесь все совсем иначе. Вот мы уже вышли в некое подобие джунглей и начинаем свое путешествие. Я вам сейчас вкратце расскажу, почему все настолько иначе, все совсем по-другому. Как видите, репы какие-то, ни одного гумбы, нету черепах наших привычных, какие-то непонятные существа скачут, какие-то колбы. Объясняю, как так получилось. Первая часть супер-братьев Марио стала просто неоспоримым шедевром, гениальнейшим творением, просто, не знаю, венцом игростроя своего времени, да и сейчас, наверное, тоже. И, разумеется, встал вопрос о создании сиквела. В Японии выпустили сиквел, и он, по сути, был абсолютным продолжением первой части. На том же самом движке визуально практически не отличался. Единственное, в механике несколько было отличий. Уровни были, во-первых, новые, все-таки, это ключевой такой момент. Плюс добавили там определенное скольжение после разбега. Вон там, Марио мог это... Вот примерно так же себя вел, скользил по поверхности. Плюс там были, насколько я помню, ветер добавили. Ну, что-то такие вот мелочи, которые, конечно, сильно влияли на игровой процесс, но визуальная игра оставалась примерно такой же. Тем не менее, несмотря на все эти отличия, в Америке посчитали, что нет смысла одну и ту же игру, по сути, продавать дважды. Никто ее здесь, в Америке, не приобретет. В Японии все-таки аудитория другая, совсем иначе себя ведущая. Вот, поэтому решили вот ту вторую часть, оригинальную, на американский рынок, да и на европейский, тоже, получается, не выпускать. Кроме того, здесь еще один важный момент. Эта вторая часть была, ну, ощутимо сложнее первой. Эта сложность тоже все-таки для американского рынка нетипичной была. Это в Японии как-то хардкор, более-менее в моде. В Америке как-то это не так ценится, что ли. Или на тот момент не так ценилось. Ну, не буду утверждать, не рискну. Не такой я большой знаток игрового рынка в разных странах. Но, тем не менее. И, в общем-то, решили, что выпускать в таком виде игру, вторую часть, на американский рынок смысла никакого нет. И что же сделали в данном случае издатели и разработчики? Они пошли на хитрый шаг. Они взяли игру японскую под названием Доки Доки Пэник что-то там, длинное название, если я ничего не путаю, которое сходу я так вот вам и не назову. Заменили в ней главных персонажей, там их было как раз вот четверо. Заменили их на Марио, Луиджи, Тодо и Принцессу Пич и выпустили на американский, а, соответственно, и на европейский рынок, уже под названием Супер Братья Марио 2. Вот поэтому такая вот история случилась. Поэтому противники такие непонятные, поэтому механика совсем игровая другая, поэтому все иначе. Я уже, наверное, минут семь вам рассказываю о том, в чем, собственно, отличие американской и японской версии. А тем временем на экране происходит довольно много интересных вещей. Мы с вами уже половину первого уровня одолели. Вы уже могли видеть, что из земли мы выдергиваем не только разного рода репки и... кто там еще? Турнепсы какие-нибудь. Не только, в общем, овощи, но и разного рода предметы. Уже был черепаший пацель, уже нам выпадал, который просто катится по уровню, сбивая всех оппонентов, пока не врежется в какое-либо препятствие. Вроде бы стены, вроде стены, например. Так, были бомбы, которые взрываются через определенное время. И вот сейчас, как видите, нам такие бомбы и нужны. Здесь вот стены проламываемые, проламываемые. Ох, какое слово-то подобрал. И здесь бомбы. Нужно их вовремя бросить. Вот они начинают мигать. Мы бросаем, бомб. Пробили. Можем заходить в дверь. А что у нас здесь? А это выход к боссу с задней стороны. Мы нашли с вами сокращение пути. Но мы по короткому пути с вами не пойдем. Так неинтересно. Давайте, наверное, пройдем уровень полностью. От начала и до конца, нигде не срезая. Там были возможности и до этого срезать. Вот, например, вот в эту дверь, в которую мы заходили, чтобы вот в этой пещере оказаться. Ой. Вот там, внизу, которая была, можно было ее обойти и сразу оказаться вот здесь, наверху. Если играли бы за Луиджи, он выше прыгает. Вот так вот долго приседаем, чтобы прыжок еще выше стал. Кстати, это еще одна фишка, о которой я вам пока не рассказал. Если долго вот так вот... Вот видите, вот нормальная высота прыжка, а после вот этого приседания он намного выше прыгает. У Луиджи прыжок сам по себе намного выше, поэтому вот с нижнего яруса, с пола, если бы мы запрыгнули на какого-нибудь врага, например, и стоя на враге сделали бы вот такой вот прыжок высокий, мы бы смогли срезать вот эту вот дверь, срезать этот кусок маршрута и сразу оказаться вот тут наверху. Но мы играем за Марио, насколько я помню, он так высоко запрыгнуть не может, поэтому мы обычным путем, без срезаний, прошли этот кусок маршрута. Что у нас тут? Еще новые враги, это какие-то звезды, я не знаю, кто это вообще, как их называть. Если по классическим персонажам вселенной Марио как-то еще я ориентируюсь, гумбы, купы и все подобные друзья, то здесь я вот только единственное знаю, что вот того, которого вот мы сейчас убили, розового персонажа, его, насколько я помню, зовут Шайгай, стеснительный парень. Но это опять же, если я ничего не путаю. Так что, любители вселенной Доки-Доки Пэник, прошу не ругайтесь на меня за то, что я буду персонажам давать свои имена. Ну, как мы их в детстве называли, так я их, наверное, называть и буду. Игра эта в детстве мне попадалась на удивление, но тогда как-то вопросов не возникало. Пиратская игра, не пиратская, порт, не порт, вот эти все вещи. И для нас это было само собой разумеющееся. Ну, да, изменилась вселенная Марио, да, теперь все иначе, по-другому, но вопросов о том, что что-то тут не так, никогда у нас не возникало. И вот за всей этой своей пустой болтовней я уже одолел первый уровень. После уровня... Что, все, что ли? Что ж, уровень пройден. По окончанию уровня у нас эдакий игровой автомат, на котором мы можем потратить монетки, собранные по ходу уровня. Монетки собираются в альтернативном мире, когда мы бросаем колбу, входим в дверь и начинаем выдергивать вот эти вот кусты из земли. Вместо репок у нас там выпадают в таком случае монетки. Вот мы набрали шесть монеток, теперь нам нужно собрать три одинаковых рисунка в ряд. В таком случае нам дадут жизнь. Эх, не повезло, чуть-чуть не повезло. Так, репка, персонажик, звезда, ничего. Еще раз. Чувак, звезда, чувак. Нет, ничего, ни одной жизни не заработали, а? Ребят, ну хоть одну, а? Давайте на запись. Чувак, чувак и... и звезда. Не везучий я в автоматах. О, вишенка, две вишенки, по-моему, две жизни дадут. Вишенка, звезда и звезда, одна жизнь. Отлично. Хоть как-то мы жизнь заработали. Чувак, чувак и... опять звезда. Ну не везет, не везет. Делайте, что хотите. Репа, репа и... Репа, есть жизнь. На последней попытке мы с вами заработали жизнь. За болтовней о японских, американских и еще каких-то там версиях игры я абсолютно вам ничего не рассказал о непосредственно игровом процессе. Но первый уровень у нас пролетел так быстро и незаметно, что я банально этого сделать не успел. Так что в следующей серии я вам буду уже более подробно говорить о самом игровом процессе. Играть мы будем в уровне 1-2 уже за Луиджи. Ну и, наверное, что все для первого выпуска вполне достаточно. Надеюсь, игра вам понравилась. Ну что ж, увидимся в следующей серии. Пока!